Всем привет! Меня зовут Михаил. Сегодня у нас уже в разобранном состоянии автомобиль Hyundai X35. В общем, у нас на нем разобранный двигатель. Вот так выглядит у нас наша головка. Маслосъемные колпачки нужно обязательно при ремонте автомобиля менять. Здесь мы это все почистим, отмоем. Клапана при каждом ремонте двигателя мы всегда снимаем. Чистим от нагара. Небольшой на впускных. На выпускных клапанах обычно нагара гораздо больше. Кстати, тоже ничего. После чистки клапанов, чистки седел будет это все дело притираться. Основным и важным самым данной головки данного автомобиля является то, что в него отсутствуют гидрокомпенсаторы. И зазоры выставляются путем мерных стаканчиков. Что здесь самое важное? Важно пометить все стаканчики. Вот они. Видите, у меня это Е1, соответственно, выпускной клапан первого номер один. Здесь вот есть номерочки. Это их не размерчик. И все стаканчики лучше заранее подписать, дабы их не перепутать. Потому что если вы их перепутаете, вы очень потом долго будете выставлять зазоры. Это очень долгое муторное дело. Клапана точно так же, как и стаканчики, обязательно нужно подписать. Хотя они считаются стандартного размера, но все-таки дабы избежать пропуски в микронах. Потому что каждый клапан уже выработал свое посадочное место на седле. Соответственно, чтобы клапан соответствовал седлу, его нужно пометить, чтобы мы знали, где он находится. Как вы видите, мы уже подготовили. Седла клапанов притерли. Слегка шлифанули. Ее все очистили, отмыли. Это у нас уже притертые седла. Примерно вот так выглядят притертые клапана. Это у нас впускные. Вот так выпускные. Они немножко грязноватые. Я их еще не мыл. Ну, обычно мылешь прямо перед установкой. Но все равно результат очевиден, да, по сравнению с предыдущими. Когда они были еще не чищены и не притертые. Вот. Далее, что мы делаем? Далее мы получили новый оригинальный дайвский комплект прокладок. Вот. Будем устанавливать маслосъемные колпачки. И после этого засухаривать клапана. Итак, клапаночки мы уже с вами все засухарили. Вот. С помощью смазочки и такой-то матери. Клапана, как я и говорил, все имеют свое место, свой порядковый номер. Все стоят ровно в том же месте, где они и были. И самое важное, не забывайте, что стаканчики от каждого клапана тоже должны быть помечены. Вот, например, вот это Е3, это значит выпускной третий клапан. Вот это у нас Е2, это значит выпускной второй клапан. Прежде чем устанавливать клапана, ой, стаканчики, нужно обязательно маркировку стереть. Потому что она потом, как вы видите, при соприкосновении с металлом дает такой вот абразив. Поэтому нужно все стереть, вымыть и установить. Перед установкой желательно их окунуть в маслечко, чтобы они аккуратно туда упали внутрь. Не забывая, что это у нас Е1, то есть Intake One. Впускной клапан номер один. Оп, все, провалился. И так с каждым. Итак, головка наша готова к установке. Стаканчики все на месте, клапана все на месте. Все стоит ровно в том месте, где оно должно стоять. Перед установкой мы обязательно проверим зазоры на клапанах, чтобы они соответствовали нужным требованиям. Теперь мы это все накрываем, чтобы, не дай бог, не запылилось. И следующим этапом у нас сборка двигателя. А вам я напоминаю, что колокольчик, подписаться. Ну и все вот эти вот ютубовские приколы, короче, не забудьте сделать. И опять же ждем вас в нашем сервисе. Следующий этап у нас сборка двигателя. Почему? Потому что данное видео мы снимаем не полностью. То есть процесс разборки, подготовки мы, к сожалению, вам показать не смогли. Но так как хозяин сам лично попросил, чтобы мы сняли видео по его мотору, вы тоже, наши дорогие зрители, это увидите. На данном этапе мы будем с вами собирать поршня. Это, в принципе, такая интересная процедура. Ну, в первый раз, потом это просто рутина. Вот. Зажимаем шатунчик уже отмытый химией. Берем горелочку. Паршала родная. Так, берем горелочку, устанавливаем ее на шейку шатуна и греем. Вообще, как бы, считается, что правильнее было бы не нагревать шатун, а остудить. Но, в принципе, честно вам скажу, даже судя по заводскому шатуну, то есть, да, который мы еще не трогали, видно тут небольшие окалины, то есть, его тоже греют. То есть, либо на печке его запекать, да, то есть, там, положили на печку и ждете, пока он нагреется до определенной температуры. Обычно он должен подсинеть. Вот. И после этого вставляете палец. Так как на данном поршне стопорных колец нету, палец шатуна крепится к шатуну путем теплового зазора. То есть, здесь, вы как видите, он заходит, выходит свободно, а здесь вы не вставите этот палец. Вот, смотрите, он просто не войдет. Пока либо не нагреете эту вещь, либо не остудите эту. Процесс сборки каждого шатуна поршня смысла нет показывать. Вот мы сейчас один вам покажем. В данный момент у нас сейчас самое главное не потерять время. То есть, если вы это будете делать сами, делайте это очень быстро, потому что иначе можно попасть на новые поршня. А это очень нехорошо, так как поршень обычно, ну, вернее, как блок делизуется под поршень. То есть, там есть небольшие, то есть, там, зазоры в микронах, да, то есть, и обычно наш токарь старается минимизировать, то есть, разницу, да. Это делается для того, чтобы ваш блок прошел больше, чем он проходит обычно с завода. И, честно говоря, у нас уже есть люди, которые после ремонта проехали больше 100-150 тысяч, даже есть около 200 тысяч. Если вы обратили внимание, шатун сверху начинает синеть. Вот. Когда он уже вот таким вот синим оттенком покрывается, то есть, металл, тогда уже нужно будет вставлять. То есть, если здесь он, видите, более белый, то здесь он уже потихонечку синеет, синеет, синеет. Не забывайте, что у вас есть буквально 1-2 секунды, чтобы сделать это. Не забывайте также здесь правильно собрать направление, иначе у вас замок будет стоять не с той стороны, и есть такая возможность, что задерет складыши. Все. Ставили быстренько пальчик, выставили его в нужное положение. Подули и начинаем вот так крутить. Как только увидели, что палец перестал крутиться вместе с поршнем, значит, он уже все, он уже закрепился. И уже можно его вот так вот подразработать. Все. Стрелочка направления, она указывает нам на лицевую часть блока, то есть на шкив коленвала. И вот здесь вот у нас буквы. Это у нас мотор G4KD, если кто... Ау. Если кто забыл, не горячий. Вот. Вот здесь у нас есть буквы, это говорит о том, что это перед, да? Ну и опять же замок, он идет у нас в сторону горячей части. Как вы заметили, у нас поршня все помечены по цилиндрам. У меня такая привычка, откуда снял, туда поставил. Вот так это все красиво выглядит. Всегда стараетесь максимально отцентровать поршень относительно шатуна. Также хотелось бы заострить внимание, как обычно, на том, на чем мы всегда заостряем внимание. Все шатуны, коленвал, там, в общем, все вкладыши здесь имеют свой отдельный цвет. То есть как определить цвет? Допустим, здесь у нас на шатуне написано буковка B. Это говорит стандарт. О том, что это стандарт. То есть стандарт B, это значит, ну, то есть 0. На коренвале. Здесь мы видим циферки 1, 2, 2, 2, 1, 2, но в общем матрице. Вот. Первые 5 цифр, это у нас идут цифры коренных шеек. Остальные 4 цифры, это у нас шатунные шейки. И, соответственно, 1, 1, 2, это говорит о том, что, допустим, первый, второй цилиндр, то есть они не стандарт. То есть 1, это не стандарт. Это меньше, ну, то есть 2, это, то есть в меньшую сторону. Если было бы, например, 3, то это в большую сторону, да, размер идет. Но это очень важно. Не забывайте эти вещи подбирать именно по цветам, то есть по таблице. Если вы промажете, у вас просто заклинит коленвал, либо задерет вкладыши. Соответственно, на вкладышах коренных ровно все то же самое. У меня здесь, допустим, 2 черных вкладыша, 1 зеленый, 2 бесцветных. Соответственно, здесь тоже вот у нас буковки, видите, есть B, C, 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 B. Это тоже считается, относится к коренным шейкам. Вот эти буквы B, 4 штуки, это относится к поршням. У нас они, как бы, не имеют теперь никакого резона. Почему? Потому что у нас поршня хоть и стандарт, но у нас поршня, то есть они, вернее, у нас блок гильзованный под поршня, то есть под конкретно каждый поршень. Даже здесь, наверное, у нас все ровно вышло. Но обычно, допустим, когда есть какие-то отклонения, наш токарь еще бывает здесь пишет корректировка под каждый цилиндр каждого поршня, то есть чтобы каждый поршень соответствовал своему цилиндру. Мы сейчас соберем шатуны, то есть вставим в них вкладыши, соберем кольца. Похотелось бы, кстати, сказать еще пару слов по кольцам. Сейчас на рынке, на нашем, появилось очень много-много-много подделки, причем довольно-таки качественные подделки, особенно это касается поршневых колец. Подделка настолько качественная, что ее практически невозможно отличить. То есть есть там отличие, допустим, в какой-то бумаге, есть отличие, как бы, в голограммах. Но, если честно, бывают очень качественные голограммы, очень качественная бумага, все прям в точности, как в оригинале, но в итоге, когда ты вскрываешь упаковку, есть небольшие различия, да? То есть на что стоит обращать внимание? Сейчас я вам покажу. Первое кольцо компрессионное, верхнее. Видите, оно всегда вот такого золотистого цвета. У меня есть буковка Y, N, ну, то есть там в зависимости от автомобиля. Есть небольшая фасочка вот здесь, внутрь, да? Вот, здесь кольцо закругленное слегка. Вот. Второе кольцо компрессионное. Вот оно черненькое, должно быть каленое. Здесь также есть у нас фасочка, вот такая проточка. И здесь есть фасочка, ну, то есть сглаживание, видите? Вот. Сейчас настолько уже качественную подделку делают, что, в принципе, все совпадает, но они еще, ребята, которые занимаются контрафактом, они не делают вот здесь фаску. И это кольцо, допустим, если вот вы сейчас возьмете оригинальное кольцо, вы будете проводить им сколько угодно пальцем, то есть по нему ничего не произойдет. А если вы возьмете поддельное кольцо, оно прям режет пальцы моментально. И оно вот гнется, да? То есть оно должно вот, ты его выгнал, оно раз, вернулось на свое место. А если это будет контрафакт, ты его раз, а оно там согнулось или там сломалось там вообще, когда не надо. Ну, то есть если это я сильно согну, оно просто лопнет. То есть это говорит о том, что оно хорошо прокаленное, то есть это качественный металл. а контрафакт он как пластилин и после того как вы его поставить и то есть эти кольца там либо заворачивать либо начинает задирать цилиндры ну в общем беда происходит обращайте на это внимание и будьте бдительны злодеи везде блок у нас уже полностью подготовлен перечищен перемыт загильзован отшлифован также я уже установил вкладыши в нужном порядке видите там зеленый черный черный бесцветный бесцветный сейчас все обильненько мажем маслечка вот после мойки на гильзах немножечко коррозии появляется но это ничего страшного после того как вы пару раз проверить коленвал кольца компрессионных эту коррозию незначительную берут но опять же опять же промазывать обильно смазать намазали шейки намазали шейки на колени намазали шейки коренные вот здесь вот мажем что потому что нам сюда сейчас вставлять упорные кольца полукольца закидываем колено аккуратненько не бросаем ложим аккуратно чтобы ничего нигде не повредить полукольца тоже хорошенько промакиваем масле вставлять нужно смотрите вот прорези да вот они маслосъемные эти прорези должны упираться то есть в коленвал не в стенку а в коленвал вот так вставили провернули туда дальше колено толкнули и точно также ставили сюда колечко лезет крышечки шатунов мы тоже все помыли отмыли стрелочки указывают направление его коленвала в принципе как и все в двигателе то есть если есть стрелочка она обычно указывает где у нас шкив все шейки коренные у нас правильно умированы все бугель очки видите есть цифра 2 3 4 5 болты на бугеля крышки коленвала то есть коренных подшипников производитель у нас рекомендует заменить но честно говоря сколько показывает практика этого делать абсолютно не нужно потому что тут нагрузка не сильно большая и болты то есть две-три капиталки они выхаживают если не было ни сильных перегревов ни задиров то есть можем смазочкой ставим обратно их варительно вымыв все очистителем хорошенько я обычно всем советую сначала прикрутить коленвал затянуть коренные подшипники покрутить колено попробовать как она крутится должно крутиться легко но с небольшим преднатягом вот после этого затягиваем шатуны все крутится специальным моментом вот проверяются шатунные вкладыши то есть вот таким образом то есть если вы повернете на 90 градусов коленвал опустите поршень наполовину естественно будет крутиться тяжело потому что хон еще не притерт и то есть зеркало еще на цилиндре не набито кольца новые естественно их чуть-чуть поджимает это нормально вот но после там определенного пробега это все уходит и становится все нормально а чтобы проверить шатуны то есть как они зажаты нужно то есть поднять их либо вверх либо вниз да то есть вы видите у меня первый четвертый поршень внизу 2 3 вверху и вот у меня тут свободно крутится то есть да без на каких-нибудь там нареканий то есть легко почему допустим нужно сначала прикрутить коленвал а потом вставлять поршни чтобы можно было отдельно пронаблюдать как крутится коленвал то есть именно на коренных подшипниках поддон картера алюминиевый потом железный сюда же мы воткнем новый масляный насос новый вот почему новый потому что ну честно говоря появились случаи когда пружинка на редукционном клапане лопается поэтому мы теперь всем рекомендуем нашим клиентам менять это конечно бывает то есть очень редко но тем не менее мы даем гарантии на нашу работу даем гарантии на наши запчасти и чтобы обезопасить и себя и вас лучше то есть менять все компоненты которые имеют почти малейший износ так же это продлит жизнь вашему двигателю вкладыша коренвалу и всему остальному средний срок эксплуатации от 100 до 200 тысяч после гильзовки ну в принципе так же как и до гильзовки больше дать очень сложно почему потому что конструкция поршня такова что к сожалению страшновато гарантийный срок у нас 50 тысяч пробега либо итак нижнюю часть двигателя мы практически собрали нам осталось приклеить сюда в поддон как вы видите мы поставили новый масляный насос очень важным является то что нужно в него обязательно залить маслечко то есть перед тем как вы его собрали закрыли маслечко и покрутили чтобы масляный насос то есть полностью хорошенько смазался иначе если вы запустите двигатель не сделав эту процедуру у вас он просто сгорит на сухую потому что в него масло просто-напросто не попадет так же как вы видите я прикрутил масляный фильтр опять же мы установили новую цепь масляного насоса вместе с успокоителями собрали весь низ прикрутили двигатель к коробке зачем мы прикручиваем двигатель к коробке ну это просто так честно говоря просто удобнее закручивать голову вот теперь мы намазали вот тут краешки не забываем мазать герметиком почему потому что здесь идет стык головы и блока и в этом же месте стыкуется передняя крышка и дабы с этих уголков не текло здесь производитель прям рекомендует намазать герметик снизу и сверху хотелось бы отметить что обязательно обязательно всегда ставьте новые болты гбц потому что они мало того что тянутся они еще бывают лопаются такая проблема у них бывает даже иногда бывает первый раз разбиваешь мотор и болт просто отрывается но сожалению это из-за конструкции почему потому что болт вкручивается в алюминий в алюминии он может ну бывает налипает знаете так вот он чуть подплавливается другой металл чуть плавится и просто прилипает к железу и после этого его может оторвать поэтому на болтах экономить нельзя болты всегда надо ставить новые головку как вы видите я уже прикрутил выглядит все в принципе вполне замечательно затягиваем голову и следующий этап будем прикручивать распредвалы и проверять заразоры клапанов вы видите я уже собрал распредвал и прикрутил полностью весь комплект грм а сейчас мне нужно несколько раз провернуть коленчатый вал чтобы весь механизм отработал как положено после чего я выставляю метки грм в мт по первому цилиндру проверочку зазоров на клапанах напоминаю впуск у нас по книжке рекомендуется от 15 до 25 но в основном 15-20 это отличный зазор везде свободно проходит в общем таким макаром проверяем все зазоры выставляем в нужный момент вернее как в принципе выставить удалите сложно ну скажу так по своему опыту что зачастую достаточно притереть клапана чтобы зазоры вышли вы обратно в нормальное состояние единственным исключением является то газовые двигатели 25 заходит в принципе это тоже уже практически заводской размер 30 очка не идет дальше крутим еще на 180 градусов чтобы у нас получается четвертый цилиндр вышел в мт проверяем опять оставшиеся клапана тридцатка у нас не заходит свободно ну в общем заводской зазор практически идеальный вот притирочка наша помогла как обычно автомобиль будет работать тихо клапана будет работать отлично не будет ничего зажимать тепловой зазор выставлен замечательно то есть заводской то есть если вы ничего не перемещаете просто притерли клапана и заводской зазор не меняется цепь как я и говорил у нас здесь новая сейчас мне осталось что сделать прикрутить сюда переднюю крышку клапанку ну и собрать всю навесуху из навесухи у нас меняется только помпа помпа вот она все эти манипуляции вы можете смело посмотреть на нашем канале в ю тубе очень много видео очень много то есть если полистать там посмотреть там пожить 4 кд всяким а иксом спортажам там просто тьма и есть подробные отчеты рассказа как разобрать собрать мотор итак дорогие друзья двигатель у нас уже установлен жидкости технически все залиты то есть масло в двигатель залили антифриз залили будем пробовать запускать масло в двигатель масло в двигатель я уже прокачал чтобы не переживали это сказать а сразу запускает нет масло уже закачано у нас уже сейчас намечается именно первый запуск ну что в целом неплохо да ничего как вы видите уже не стучит не гремит напоминаю даже не напоминаю хотелось бы сказать что экологию уже здесь удалили то есть удалили задолго до капитального ремонта и установили пламя-гаситель насчет прошивки я не знаю хозяин автомобиля не уточнял пробег у нас ой господи сколько он тут сто 35 тысяч 670 километров в принципе довольно-таки свежая x не сильно уж и большой пробег но средний пробег будем говорить откровенно это средний пробег для того чтобы попасть на капиталку на данном автомобиле с данным мотором почему потому что они как раз вот и выходят из строя на пробеге от 100 до 200 тысяч километров мы подходим к автомобилям не просто то есть поставленной целью задачи мы стараемся подходить каждому клиенту комплекса индивидуально поэтому все допустим вопросы там допустим дополнительные работы и дополнительные работы у нас всегда до согласовываются не бывает такого что мы там нашли что-то сами поменяли а клиентом говорит а мне это менять не надо было ну то есть все такие вопросы мы решаем совместно с клиентом и даже в данном случае то есть клиент был с радостью удовлетворен тем что его автомобилю подошли скажем так теплом и любовью или как это правильно сказать вот вот почему потому что за диагностику ходовой мы не брали и денежные средства я имею ввиду и изначально клиент приехал на эндоскопию двигателя эндоскопию двигателя мы сделали и в связи с тем что он остался на капитальный ремонт она ему была проведена со стопроцентной скидкой то есть в принципе это довольно таки частая практика поэтому многие люди возвращаются к нам на ремонт и неоднократно и после этого остаются на наше обслуживание до встречи в следующих видео окей в принципе все detail и Продолжение следует...